Микс Ньюс Радио Болтком по пятницам после шести вечера И снова здравствуйте в прямом эфире Радио Болтком в студии Лена Лукьянова Кюля Писпонин, звукорежиссер Родион Золотарев Сегодняшняя тема пандемия, как нам жить, а главное, как нам лечиться, не дай бог, если что случится Обсуждаем эту тему сегодня с гостем, как это теперь модно по скайпу Держим дистанцию с нами на линии прямой связи доктор Серго Бакучава Добрый вечер Вечер добрый Да, я просто хотела добавить, мы специально в эту программу сегодня не позвали ни вирусолога Мы позвали доктора, который, ну как бы легенда доктор Ходят рассказы о том, как когда-то Сергей Джамбакулович создавал одно из лучших в Северной Европе родильных отделений Это родильное отделение Булдурской больницы Мы хотим, вот как практикующего доктора, много лет практикующего и в государственной медицине, и в частной медицине Сегодня допросить Серго, как организатора здравоохранения Как надо бы, все медицинские системы мира сейчас стоят на ушах и не понимают, как им жить И методом проб и ошибок вырабатывают стратегию и тактику в чрезвычайных ситуациях борьбы с коронавирусом Вот об этом, наверное, мы хотели бы сегодня поговорить Потому что слухи ходят, что закрыты поликлиники на прием, что не делают плановых операций Серго, как бы надо, как это все происходит сейчас? Что надо делать? Как искать пути, правильные в условиях таких чрезвычайных мер? Ну, готовясь к этой передаче, я небольшой любитель ходить по магазинам Но вынужден был просто посмотреть, как действительно все происходит на самом деле И мнение было, ну, немножко удручающим Объясню почему Те рекомендации Минздрава, которые есть по Латвии, они не выполняются Даже в продуктовых магазинах и в таких больших, как, предположим, Максимум При входе нет одноразовых перчаток На мой вопрос администратору, а почему вы не повесили здесь перчатки вообще? А нам сотрудникам не хватает То есть рекомендации правильные? Рекомендации замечательные Если бы этим рекомендациям вы следовали Я думаю, что могли бы меминизировать тот ущерб, который наносит коронавирус Это первое По поводу здравоохранения чуть-чуть позже скажу У меня сначала то, что наболело, как говорится Затем не обрабатываются в супермаркетах, нет, с растворами Эти корзинки, каталки, которые постоянно меняют своих владельцев То есть пришли на кассу, оставили, значит должно отбрабатываться Нет, в общесамое и обратно То есть вот вам вопрос переноса Элементарно, то, что сами руководители и сам народ А перчаток нет на входе Не хватает, оказывается Так, по поводу поликлиник и приемов Здесь маленькая несуразица заключена в том Что народ запуган Он не знает, что им делать Потому что сказали, что приемы в поликлинике только острые А что это значит? Где критерии остроты? Вот это понимаете А для народа у меня Ну подумаешь, у меня болит там в правом боку немножечко Ну возьму табляшечку ипобруфена, выпью, у меня все пройдет Ой, действительно прошло, можно к врачу не идти Там можно получить все, что угодно Но это редкая силы глупость Это неправильное информирование граждан Латвии Потому что острым больным считается любой человек У которого есть любое нарушение здоровья Тем более боли А если они в животе То это острый живот под вопросом Это не обязательно острый Это может быть аппендицит Это может быть и перекрученная киста Это может быть все, что разрыв яичника Чисто с моей спецификой Ну я потерплю, ну потерплю Ну так потерпишь, потом 3 литра крови будем переливать Как острый больной Это первое Второе Как можно, хорошо врач Есть дежурные терапевты Есть дежурные терапевты Не все работают на удалении То есть по телефону Одна пациентка мне в среду Говорит, у меня давление 220 было Говорит, а что в лекарства не принимаете Говорит, понимаю, принимаю, мне не помогает А дежурные Так никто же не принимает Доктор, что вы мне советуете Ой, и, и А должны принимать Ну как оставил Нашел дежурного терапевта Проконсультировали Назначили Сегодня позвонил Ой, спасибо, ой, спасибо, ой, спасибо Я говорю, ну пожалуйста Ну можно я выступлю Выступлю в защиту все-таки Латвийской медицины Так получилось А я в медицине Что за последние два За последние несколько дней Три дня Два члена моей семьи Оказались с острым животом С острой болью в животе В больницах В разных И везде их приняли Везде помогли Никаких нареканий К медицинским К медицинскому обслуживанию нет Вообще То есть все действительно работает Совершенно замечательно Карантин соблюдается В обеих больницах Никого не пускают Передачки передавать По-партизански В перчатках, в маске только И так далее Уважаемые блондинки Этот вопрос даже не обсуждается Насчет больниц Они работают Не то что замечательно А отважно и героически Будем так говорить Делается максимально Максимально Именно вот По-человечески Чтобы оказать помощь Но поток Поток Не таких серьезных Как в данном случае Вы рассказывали Пациентов Просто Ну не успевают Быстро все это сделать А если в одном помещении Там где ждут пациента Собирается 10-20-30 человек То соблюдать Какие-то нормы Сатопинк режима Это просто нереально И невозможно Доктор А почему усилился поток Это страх Это паника Потому что дезинформация Что поликлиники Не принимают А То есть надо все-таки Идти в поликлинику Поликлиники принимают Поликлиники принимают Но есть одно маленькое условие Самое главное Наверное Что нету Профилактических Осмотров То есть Ипохондрическим Личностям Которым Скучно жить И они все время Вызывают Себе доктора Или идут На какой-то осмотр Будучи здоровыми В общем Это для них Перекрыт кислород Нет Леночка Вы понимаете Что самое интересное Вот эти Ипохондрикам И социопатам Они всегда найдут Причину И повод прийти И если вы придете В поликлинику От вас потребуется Только Три подписи Первое Что не были в контакте С коронавирусом Не были В той стране Там где Сейчас В другой стране Там где пандемия И третье Что у вас нет там Температуры И вы не болели Последнее время Этим И пожалуйста Вот придете И скажете Там я не знаю У меня болит живот Все И вас примет Любой врач Который вам нужен А тем более Это не касается Ни одной секунды И слава богу Не касается беременных Вот И Они могут Полностью Приходить На те осмотры Которые им Положены Во время беременности Давайте ответим На звонки У нас Разрывается телефон Алло Здравствуйте Говорите Здравствуйте Я хотела Задать вопрос Вашему гостю Чисто Профессионально По гинекологии У меня сейчас Дочка Через месяц Ей надо Декрет идти С этим вирусом Она ездит На двух транспортах На работу Она работает Медсестрой Скажите пожалуйста Это не опасно Потому что Как бы Можно подцепить В транспорте Это все Спасибо Попробую ответить Но не знаю Насколько это будет Реально И хорошо Государство Ну к сожалению Да Не может Делать какие-то Специальные рельсы Или обслуживать Доставку Медицинского персонала К медсестру Работа Ну Конечно Желательно Во-первых Чтобы она ехала С дезраствором У себя в сумочке С маленьким Зашла Побрызгала Маска Лучший респиратор Который Немножко лучше Действует И Вышла Опять побрызгала Руки И Лучше даже в очках Потому что через Листый глаз Это тоже может Все проходить Но это неизбежность Потому что Где-то 70% Населения Тем более Риги не могут Себе позволить Чтобы их мужья Возили на работу Забирали их обратно Но есть еще один Слава Богу Большой плюс Для наших Любимых Красивых женщин В детородном возрасте Вообще считается Что до определенного Возраста В организме Как Мужчин и женщин Не вырабатывается Определенный белок Не буду вам Голову забивать Какой именно И как Который Способствует Переносу Данного вируса Он начинает Где-то В районе 45-50 лет Образовываться И чем больше Он накапливается С возрастом Тем больше Возможность Заразиться Чем опасен Данный Коронавирус Говорят Ой Гриппом Умирают Такое количество Тысяч В мире Но Заразность Гриппа Гораздо Меньше Чем Заразность Этого Коронавируса У него Заразность Заразность До 80% При контакте Прямом Доктор Я бы хотела вернуться К самому началу Нашей беседы Вот вы упомянули Что в магазинах Нет перчаток Также очень мало людей Честно мало Вносят маски На улице Дезинфекторами Тоже мало Кто пользуется Личными В сумочках Которые помещаются Потому что Их не купить Вот я например Только вчера За 2 недели Поисков Смогла купить Маленький Переносной дезинфектор Большой у меня есть дома А маленький И вот только Вот в одной аптеке Выловила Масок так и нету В аптеках Перчатки Я уж не знаю Там может ли В достаточном количестве Закупить их магазин Или нет Но Не есть ли это вина Не только Руководство магазина Которое не обеспечивает Перчатками И может быть Там я не знаю Минздрава Там Или Не подготовившихся Властей К такой эпидемии К пандемии Ну вот Извините Еще одну маленькую Ремарочку Вот перед нами Была передача Выступал депутат Сейма Замечательный Который говорил Что В Лейпае Останавливаются Швейные производства Только они Одни Таких огромных Мощностей Что они могли бы Масками Обеспечить Всю Латвию Но Эти производства Останавливаются А масок нет Я слышал Леночка Эту информацию Но у меня Понимаете Я не знаю Технологии Как они в Лепой Простые маски делают Да По одной причине Медицинская маска Она должна быть Обязательно Трехслойная То есть Посередине Должен идти Слой Который должен быть Там отверстие Максимум Один микрон Потому что Сам коронавирус Размером Три микрона И он не проникает Через этот средний слой Тогда это имеет Смысл делать А если просто Как Мне говорят Я сшил Декоративную маску Молодец Красиво Там бабочки Слоники Это все замечательно А толку Очень мало Это первое И второе Раз нас слушают Не только красивые Блондинки Но может быть Даже и мужчины В большом количестве Надо учитывать то Что борода Способствует Проникновению Коронавируса Так все-таки Насчет перчаток И неподготовленности Магазинов Перчатки Если нет возможности Иметь перчатки Значит Она надо закрываться Ну тогда значит Это должно быть Тогда наверное Решение властей А не руководство Магазина А какой Руководство Магазина Потому что Просто их не инспектируют В этом вопросе Вот пришел Такой глупый Доктор Бакучава Прошел Обратился к администратору Ему ответили А в другом Магазине Да Я говорю А где перчатки Нету Я к администратору Так потом Она бежала Я говорю Вы знаете Я сейчас просто Позвоню Общество потребителей И скажу конкретно Ваш адрес Где вы находитесь И вас просто Будут закрывать За мной бежали Ой какой вы красивый Какой вы хороший Только пожалуйста Не звоните Ничего не делайте Ну что появились В этом магазине Перчатки Моментально Через две минуты Через информацию И перчатки И дезраствор И все стало Это о чем Говорят А общем Разгильдяйство Тогда это просто Разгильдяйство К сожалению Потому что мы видим Ситуацию в России Где действительно Нет ни масок Ни перчаток Ни дезрастворов Вообще ничего И нету никаких Защитных средств У врачей Которые На прямой Что называется На передовой Борются с этим вирусом Давайте послушаем Звонки Алло Здравствуйте Говорите пожалуйста Да Здравствуйте Слушаем вас Откуда у вас такая Информация Что вот в России Ничего нет И у нас так же Само Где-то не копнуть Тоже нигде нет У нас сегодня ночью Извините Арестовали И по 12 часов Продержали в полиции Руководителя Ассоциации врачей Которая везла Дезсредства И маски В больницы Это ты имеешь ввиду Россию Да Это я имею ввиду Россию И что там ничего нет У меня там живут Родные Белиски Друзья Там действительно Очень тяжело С этим вопросом Еще дозвонившись Алло Здравствуйте Говорите пожалуйста Добрый день Добрый Вот сегодня По балкому радио Да В новостях Сказали что В одном из Приютов Бездомных 30 человек Заболело Но это позавчера Было Ну неважно Да да Послушайте Это не один На Москву Еще один Приют Специальный Там В каждой комнате Жает по 6 По 8 Человек Там тоже Заболевшие Есть Но там ситуация Какая неправильно Поставлена Они Ну если Неконтролируемая Неконтролируемая Рассай Дело в том Что опять Такие Это Недоработка Получается Наша Почему Во первых Почему В спице Не в спице А в скай В скай Да При входе Во мерять Температуру Если есть Температура Выше положенного Вас туда не Пускают И вызывают Сразу Бригаду Которая Вам будет Делать тест Во всех Магазинах Скай Между прочим Замечательно Вот А в приют Это действительно Люди Которые Ну Социально Будем говорить Так Ну Не совсем Неблагоположны Не защищены Защищены Вот Это то что Я хотел сказать Именно не то что Благоположны Они вообще Не защищены Почему Они не защищены Жить им негде Питаются Из помоек Вот У меня сегодня Во дворе Стоит около Мусорника Возится И говорит Дай Мелочь Какую Ты понимаешь Я говорю Сейчас такая ситуация Что Вообще У людей Мелочи Вообще Нету Нормальных И рассчитываются Только карточками Я деньги Даже в портмоне Не могу носить Потому что я боюсь Честно могу сказать А я вот не очень понимаю Почему они питаются Из помоек В Риге Есть Я только знаю Четыре места Где кормят Горячими обедами И негорячими тоже А по сколько человек Там ходят Вы не знаете Там ходит Там много народа Естественно Сколько По 200 человек Это не решает Проблема Ну что Неужели в Риге Неужели в Риге Намного больше Бездомных Чем Конечно Чем точек Про корм Удивительно Конечно Это группа Которая Одна из Разносчиков Инфекции Так что делать Доктор Что с ними делать Как бы вы Помыслили Я бы как Помыслили Хочешь Прийти на ночь Там за эти 2 евро Сколько там стоит Эта ночевка При входе Пожалуйста Померить температуру Минимально Есть минимальные Подозрения Тест Изоляция А вы знаете Что Леночка Ни вы Ни я Не можем Просто вот так Пойти И сдать тест Знаю Можем Только за деньги Только за деньги А у простой Семьи Которая Живет От зарплаты До зарплаты 80 евро Дорого Сестра Которая На двух транспортах Едет на работу Заплатить за тест 80 евро Она не может позволить А это его надо делать Не один раз А надо делать хотя бы Ну раз в 10 дней А государство Может себе позволить Купить такие тесты Сразу Превентивно На Условное количество Предполагаемых Зараженных Вы понимаете Что самое интересное Тесты есть Это не проблема Но Для того Чтобы вы сдали На тест Ваш работодатель Должен написать Заявку Ее должны Подтвердить И потом Только Вам назначить Время Когда вы сможете Сдать этот тест Здесь хотите Бесплатно Хотите жить Приходите Послезавтра Когда умрете Давайте послушаем Дозвонившихся Алло Здравствуйте Говорите Добрый вечер Пару комментариев Значит Латая получила Маски Значит 900 тысяч Вот Разделите На все Население Латвии Насколько Часов Нам хватит Этых Масок Это Так сказать К схему А изготовлением Масок Не занимаются Вот вы говорите Там Сколько Микрон И так далее Это же Маски Можно шить Просто сырье Взять Купить сырье И маски Сошьем Понимаете Фабрики Есть И Смотрите С 16 Числа У нас Значит Чрезвычайная Ситуация С марта Месяца Вот так Скачиваемся В Евросоюзе А руководит Нами кто Филолог Вот отсюда Все и есть Понимаете Не технари А филологи Руководят А должен Технарь Так тогда По вашей логике Должен только Врач руководить Страной Если пандемия Вообще Очень удобно В какая ситуация Находится В какой ситуации Находится страна Такой и президент Должен быть Руководитель страны Если пандемия Значит врач Если экономический кризис Значит экономист Если Не знаю даже Что там еще может быть Если веселье Какой-то Праздник И тогда пусть будет Клоун Руководить страной Это конечно же Я шучу Но Конечно Хотелось бы Чтобы принимались Меры Адекватные Той ситуации Которая происходит В стране Но мне Что называется Со стороны Кажется Что они вполне себе Адекватные В Латвии Принимаются Доктор Как вам кажется Достаточно ли Обманывают На 30 марта Поехали в Юрмало И мне Очень понравилось Полицейские Машина Наема Заходят в кафе Мы специально Стояли за стеклом И смотрели Нам просто Надо было информацию Собрать Для того чтобы К вам идти И не совсем Дураком выглядеть Да Заходят в кафе Смотрят На каком расстоянии Находятся Там всего Три столика Да Около Ну как раз Около Японского ресторанчика И подходит И говорит Вы знаете Пожалуйста Если не будет вам Трудно Или уходите Сразу же Да Или Расстояние Два метра Чтобы между вами Было И люди пересели За другой столик Идем дальше Мимо Юра Проезжает машина Полицейская Другая Полицейская машина И там идет Вместе Там три человека Взрослых Машина остановилась Подошла Поговорила Вот это контроль Ну вот все-таки Меры есть Да Еще осталось Только приучить К ним народ Чтобы он перестал Разгильдяйничать И толпиться у полок Например Я в Риме Как идиот Когда в магазин захожу Бегаю От всех Соблюдаю дистанцию Но стоит мне Подойти К какой-нибудь полке Обязательно Сзади меня Набьются кучи народа Которые начинают Вместе со мной Рыться На этой же самой полке Совершенно не соблюдая Дистанцию Но как только Все подходят К нарисованным Полосочкам У кассы Все стоят Как зайчики На этих полосочках А вот я вам задам вопрос Да А вы считаете Вот это нормально Что магазины Все такое позволяют В Риме В Максиме Вы могли Можете пройти Предположим Между двумя стендами Ни с кем не коснуться Или не прижавших Друг к другу Если между ними Еще стоят коробки Ряды коробок Нет Конечно Естественно Поэтому во многих странах Как мы видим Существует Существует правило Один вошел Один вышел Ну то есть Когда в магазине Не находится Или в помещении Общественном месте Не находится Больше определенного Количества народа Который может Соблюдать дистанцию Друг от друга И еще бы Я бы честно Я уже подкажу К этому возрасту Я бы Людей старшего возраста Старшего возраста Просто бы Даже в магазины Уже и не пускал Вам что-то надо? Пожалуйста Сейчас мы вам Все вынесем Все принесем Волонтерские организации Должны подключаться Конечно Совершенно верно А в некоторых странах Я знаю в Чехии Например были специальные часы Для людей Старшего возраста В 8-10 Совершенно верно То есть до 10 утра Там не пропускать Совершенно верно Приходят пожилые люди Это все понятно Давайте еще послушаем И еще самое интересное Что меня удивило Это знаете Это смех Сквозь слезы Когда на остановке Около супермаркета Приезжают машины Со знаком инвалидов Не поняла я Что это значит То есть привезли инвалида Человек на коляске Или который Уже в возрасте Больной В магазин Или этот человек Сам больной Первая группа инвалидности Он сам идет в магазин То есть передвигаться Нормально он не может Или он тяжело больной Ой слушайте Это большая проблема Очень у многих Моих под друзей И подружек Которые не могут Заставить своих родителей Самоизолироваться Это правда Это прям реально проблема Давайте все таки Дадим возможность Высказаться Алло Говорите пожалуйста Алло Да Да Добрый Пустроюсь коротко Тоже живу конечно В этой среде По поводу Была реплика По поводу России Я согласен со многим И меня очень резануло Ну не знаю Помощь Помощь Италии Помощь итальянцам Ну тут же сами итальянцы Информация достоверная Говорят о том Что это не помощь Это сброс какой-то Непонятной системы Которая никому не нужна И помощи нет Все делается ради рекламы Все делается Ну как-то не чистыми руками Не искренне Ну как-то режет это Очень-очень задевает Честно говоря Когда вся Да кстати Очень стыдно Нас тоже задевает А можно я ответить? Да пожалуйста Я хочу именно ответить Этому слушателям Во-первых Фейк и всякая грязь Она всегда есть Была и будет Но Российские военные Дезинфицировали уже 16 медицинских учреждений И все руководство Этих учреждений С глубочайшим Благоговением К ним относится Говорят что они Сами бы не могли Отмыть и дезинфицировать Все эти уголки Это раз Во-вторых Масса людей может не знают А в России это еще знают Современные врачи В Латвии не знают Что такое оружие Массовое поражение Потому что у них нет Военной кафедры Мы которые прошли Этот этап И хоть немножко Даже по-разглядяйски Изучали его Мы знаем Как предохраняться Что можно делать И что нельзя делать Даже в самые спокойные времена Поэтому То что эти фейки И меньше их слушайте Знаете Неблагодарных Мягко говоря Сволочей Всегда хватало Всякое хорошее дело Она всегда наказуемая Вопрос Даже может Стоять Немножко в другом Мы конечно все растем И очень надеюсь Вырастим В достаточно эмпатичном мире Это говорит о развитии Социального общества Конечно нужно помогать Обязательно Нужно помогать Другой вопрос Как нужно расставлять приоритеты Когда в Питере Сегодня закрылось Две больницы Врачи отказались работать Потому что у них совсем нет Никаких средств защиты И эти средства защиты Уходят В другую страну Действительно Пандемическая ситуация В стране Врачи не защищены совсем Мы видим по всему миру Что они первыми Что называется Становятся жертвами Этого вируса Но так же тоже нельзя Это конечно несправедливо Наверное Как вы Как доктор это прокомментируете Я прокомментирую Вы знаете Я немножечко с вами Не согласен В каком принципе Как бы мы хорошо Или плохо Не относились К нашему ближайшему Великому соседу Там Может не всегда Все правильно делается Но мы большие И хорошие Если бы себе не хватало Другим бы не давали Но это не так Себе не хватает И другим дают Вот я в этом Может я и не прав Я очень сильно сомневаюсь Я честно говоря В этом очень сильно сомневаюсь Но это правда Но это правда К сожалению К сожалению Это правда Мы получаем каждый день информацию Из больниц Ну ладно Давайте вернемся все-таки в Латвию У нас У нас много льваньков Те вот 900 тысяч Масок Которые получили Это вообще ноль Это ноль Это только в медицинские учреждения Какое медицинское учреждение Сейчас тебе объясню Значит маска на 2 часа Одна смена Которая через суток работает Это За 450 тысяч Маска работает Маска работает Тысяча человек Извините Дело в том Что я уже успела Подключить Звоночек И поэтому У нас накладывается Интершум Давайте дадим Возможность Высказаться Алло Говорите пожалуйста Добрый день Здравствуйте Ну я абсолютно согласен С ведущим Действительно В России Катастрофическая ситуация Ну куда в Италию Посылать 11 самолетов Это политические игры Надо в России Так сказать Порядок наводить А когда Масок нет Врачей не хватает Средств не хватает Нет Они в Италию Трамп Зыбил Спасибо Ой Сорвался звонок Сорвался звонок Да простите Ну в общем понятно На самом деле Что хотел сказать Наш слушатель И я бы все таки Ушла от этой темы Потому что это все таки Не совсем Слава богу То о чем мы хотели Поговорить Хотели поговорить Хотели поговорить Все таки О главном Как Остаться здоровым Не заболеть Сегодня В Латвии Самое главное Это как вы говорите Видимо Все таки Дистанция И Дезинфекция Нужно Прерывать цепочку Передачи вируса Однозначно Это первое Относиться Не пофигистически Ко всему А немножечко Относиться критически Даже к самому себе Первое Второе Медицинская помощь Которая необходима В таких тяжелых ситуациях Она есть И слава богу Большое спасибо Государству Что она позволяет Этим пользоваться Да Есть минусы Есть Никто не спорит Есть Но Предотвратить Какие-то Тяжелые последствия Для здоровья Даже не касаясь Коронавируса Есть возможность Вот И слава богу Это в первую очередь Касается наших Всеми любимых Женщин Есть вопросы Есть жалобы Не стесняйтесь Записывайте Через онлайн Или По телефону Приходите И вам Никто Не откажет Да В частной клинике Многие врачи Не хотят Сейчас Принимать пациентов Боятся Честно говоря Боятся Заразиться Боятся Но В поликлиниках Рижской думы Да А их много Довольно Такие Пожалуйста Можете записаться И получить Ответы На интересующие Вас вопросы По здоровью Доктор А вы говорите Боятся Потому что Вы знаете Клиники Которые закрылись Да По крайней мере Специалисты боятся Просто могу назвать Нет проблем Айва клиника Это большая Там где оперировалось Чуть не полмира Вот И там где мы делали Все операции Хирургические Гинекологические Большие операции Все И поликлиническая часть Закрылась С великолепными врачами Терапевтами Закрылись Закрылись Вот Праксис Например У меня Там где я работаю Хозяйка сказала Все Только беремен Все Остальных Не хотим Даже Потому что Опасно Доктор А все-таки Беременным Вот Как с вирусом быть Расскажите Пожалуйста Опасно ли это Для плода Как там Что есть Какая-то статистика В мире Известно что-то В мире По коронавирусу По коронавирусу Умерла Одна Женщина Умерла Она Ну не от самого А от тех Осложнений Которые он вызвал Там сепсис Был послеродовый Вот Это То что Имеется И еще Одна женщина Заболела коронавирусом В легкой форме А я слышала Что какая-то Новорожденная девочка Еле откачали У мамы Больной Коронавирусом Не слышал Ничего Доктор Нет Нет Это наверное Та девочка Там где мама От сепсиса У нее был коронавирус А ребенку передается Коронавирус Болеют новорожденные Ну вот я говорю Вот по статистике То что идет Что Считается Что-то До одного Процента Может быть От всех Заболевших Один процент От всех Заболевших То есть все-таки Беременных Мало заболевших Слава богу Очень мало И дай бог И не будет Да Давайте послушаем Еще звоночки Алло говорите Пожалуйста Добрый вечер Я хотел бы попросить Прокомментировать Вашего эксперта О утверждении О том Что человек Который Приболел Корью Не может заболеть Этим вирусом Что ему известно Спасибо Ну начнем с того Что это абсолютно Разные вирусы И у них Абсолютно Разная конфигурация И против кори Даже если вы Переболели Или не болели Через 10 лет Все равно Вам надо Ревакцинироваться Даже я В своем возрасте Последний раз Три года назад Ревакцинировался Из-за того Что я Умею постоянный Контакт И антихантитил Не может хватать Это То же самое Что Вы Получили Прививку Монто Туберкулеза Значит Вы не заболеете Никогда Ни гриппом Ни другим Поэтому я считаю Что немножечко Здесь что-то Не складывается Ясно Еще звоночек У нас Алло Говорите пожалуйста Добрый вечер У меня вопрос Сейчас рекламируют Какие-то Косметические Салфетки С ионами серебра И говорят Из нее можно Сделать Маску Это правда Или нет Она поможет Салфетка Спасибо Ой Рекланировать Можно все Что угодно И как угодно Это то же самое Что Взять К маске Смочить ее С одной стороны Присоединить От розетки Плюс А с другой стороны Минус Ионы серебра Побегут Вот И будут убивать Всех микробов И бактерий И включая Вирус Глупости Ну к сожалению Мы прекрасно знаем Что в критических Ситуациях Всегда развивается Огромное количество Шарлатанов Которые хотят Нажиться на Доверие Людей Уже и вакцин Я видела В продаже Появилась куча И маски волшебные И спреи И все что угодно А в Москве В 10 раз Подорожал имбирь Да Не забудьте пожевать Подорожник Это называется Алло Говорите пожалуйста Здравствуйте Не забудьте пожевать Подорожник Это называется Алло Говорите пожалуйста Здравствуйте Что он может сказать Из опыта Спасибо Из опыта я могу сказать Но я боюсь Что меня Руководство радиостанции Сразу выгнет И больше никогда не позовет Да скажите честно Ничего не принимать В легких В легких формах Вообще даже цене лечит сейчас Я точно знаю Вот как я делаю Например Да Сейчас Я во первых Пользуюсь чесноком Очень много Это первое Во вторых Когда я возвращаюсь С приема Или из магазина Моя жена Которая не пью Иногда там вино Можете себе позволить Я заставляю Взять 10 грамм Водки Или коньяка Или виски Играя Зачем не что И прополоскать рот Ну можно сглотнуть Только 10 Грамм Потом можно и больше Но я просто Для тех которые не пью Спасибо доктор Вы сделали мой день У меня 10 не получается У меня почему Потом больше получается Хорошо Да Я слышала уже Об этом рецепте Очень хороший И последнее Соблюдать дистанцию Наверное Ну насколько я знаю В протоколе Соблюдать дистанцию И даже с красивыми женщинами Не целоваться Незнакомыми Незнакомыми Мало знакомыми Или которые с тобой Не живут в одной квартире Ну я слышала Что в российских протоколах По лечению коронавируса Есть два антивирусных препарата В комбинации Но Насколько я знаю Насколько я читаю Внимательно Все таки Средства Антивирусные Которые изобретены На сегодняшний день Они не дают Особого эффекта С этим коронавирусом Они не специфичны Главное повышать иммунитет Имбирь считается Он повышает иммунитет Но это краткосрочное И не так быстро действующее Поэтому В основном все тяжелые формы У людей Более старшего возраста Потому что иммунитета нет Иммунитета нет Да Главное не есть имбирь килограммами А то я смотрю Сейчас все закупают его По 10 килограммов Как гречку И могут переборщить Не самый легкий продукт Для организма Ну и не всегда помогающий Да Спасибо большое Я надеюсь Наши слушатели услышали Все ваши советы Впереди выходные Большое спасибо Спасибо Вы не едьте в Юрмалу Умоляю вас Не едьте в Юрмалу И в Сау-Красно Потому что в это воскресенье Был просто поломец 20 километров очередь Сау-Красно Да вы что Кошмар какой Сидите дома Говорит нам доктор Сергова Гучава Лена Лукьянова Кюли Писпанин И звукорежиссер Родион Золотарев Сидите дома Продолжение следует